друзьям рыбакам всем привет сегодня у нас зимняя рыбалка в марте месяце приехал я с товарищем на своем по море мотособаке сегодня у нас рыбалка на жерлице и сегодня вам покажу необычные дедовские жерлицы которые применяют в керчи вот это давно давно уже придумано эти жерлицы любом случае в нашем районе такие не применяют вот сегодня вот у меня товарищ они еще давным-давно ловили на лиманах на такие жерлицы сегодня мы вот еще на мормышки на балансиры попробуем половить погода у нас сегодня минус 30 безветренно солнечно ну к обеду будет теплеть погнали холодно до минус 32 блин нормально так ну вообще на улице до минус 32 показывает сейчас оденусь в руки мерзнут прям сразу ну все в путь так 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 Субтитры подогнал «Симон» Смотри, падла какая! Окунь! Ну, такой. Так мы-то вот таких на удочку таскаем. Вот, смотри, сожрал же вон малька, глянь. На, смотри, вот он малек. Можно вытащить даже. Попробуй. Все, он еще живой. Вот тебе говоришь. Понял, как работает? Ну. Казацкая рыбалка. Работает точно, блин. Только-только вот поставили. О, такие вот жежицы самодельные. Старого образца, дедовский. Ну, старый. Старая конструкция. Я ловил еще, как только сюда приехал. Это у вас там так применяют? Да, не было тогда у нас никаких снастей. Поэтому каждый был, насколько мог, умен был. Ну, слава богу моему отцу, что он меня научил. Все это хитрые вещи. Там на реманах у нас закроют. Темрюк, скидельман. Ну, конструкция, да, интересная, конечно. Единственное, что вручную надо его разматывать постоянно. Ну, единственное, что... И причем до конца надо всегда разматывать, да? Да, потому что, когда, если щука клюнет, пока ты добежишь, пока она вымотает. Ну, а так, вот принципиально взял и вставил петлю в петлю в эти две выколотки. Да, ну, конечно, времени, кстати, занимает больше на установку, чем сейчас современные. Ну, все, продают. Теперь можно вставить малька. У нас получается вот эта петля, если щука вытаскивает эту петлю, то становится... И вот она не дает флажку... Наоборот, подниматься сейчас. Ну, имеется в виду подняться, да, вверх. Петля вытаскивается и флажок поднимается. Давай этого, малька. Сейчас. Ну, друзья, сейчас попробую поставить сам такую жерлицу. В принципе, я понял, как ставить. Вот, опускаем до конца на дно. Просто ложим его, здесь глубина небольшая, где-то, может, полтора метра, может, меньше. Вот, берем вот натяжку, делаем и делаем такую петлю. Опускаем флажок и просто как фиксатор, сама леска вот эта толстая служит, фиксирует сам флажок. Все. То есть, если будет сработка, вот эта вот петля выдергивается, флажок встает. Ну, такая вот вся система. В принципе, ничего сложного, можно самому это все сделать. Наверное, я такие сделаю. Будет время, буду монтировать. Ну, вот, эти дедовские жерлицы работают. Сейчас проверим, что тут. Непонятно пока. Но она сработала. Такая толстая-толстая леска. А, нет, нет. Или есть что-то? Нет. Съели живца. Вот, смотрите, сделано. Здесь небольшой грузик. Отводной стальной поводок. Вот здесь вот свинцом зажато. Тоже закручено и зажато. И очень толстая-толстая леска. И вот сама основная сигнальная жерлица самодельная. О! О, такой. О, еще один хороший. О, еще один хороший. О, забагрил. Просто забагрил его. Ну, вот и моя жерлица сработала. Сейчас посмотрим, что там. О, шкатушка слетела. О, что-то есть. Есть. Есть, щука. Да-да, сейчас. Надо ее только достать. Есть. Ну, небольшая, килошная. Где-то килограмм. Ну, такая. Нормально. О, красавище. О, еще одна сработка. И второй раз катушка слетает. Ну, правда, конечно, надо доделывать эти жерлицы. Нету. Сожрали. Ёб твою мать. Надо опять ставить. Езжай. Муська. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Жесть. Я руку не чувствую. Опа. Не. Чуть-чуть отпустила, она тут же. Может она... А, вот. Ну точно, забагрили. Ну, как получилось, только так. Больше чего я могу тебе? А я думал большая. Она вон какая. Точно хорошо забагрила. Есть. Ай, сошла, блин. Прикинь? Сошла. Вместе с живцом, короче. Всё, живец кончился у нас. Будем собирать потихоньку эти наши жерлицы. Скоро у нас уже рыбалка заканчивается. Скоро будем собираться и домой. Друзья, ну давайте сейчас расскажу вам немножко про свою мотособаку, мотобуксировщик Помор. Особо проблем с ним как бы не было. Была одна проблема весной. Значит, что-то там случилось, видать, с карбюратором или что-то там. Я, короче, всё почистил, промыл. У меня есть видеоролики, можете найти, как это я всё делал у меня на канале. Значит, это всё прочистил, продул и иглу, кстати, поменял на карбюраторе, на поплавке. И всё, стало работать идеально. Вот второй сезон уже докатывал. Уже март месяц. Уже снега много навалило в этом году. И приходилось кататься, конечно, по заснеженным местам, где приходилось немножко помучиться. Где-то он, конечно, всё равно не проходит, не проезжает. Значит, проблем с катками не было. Я их смазывал вовремя. Тоже у меня есть видеоролик, как я смазывал катки, готовил её к зиме. Значит, гусянка. Ну, гусянка немножко, чуть-чуть провисла. Надо подтянуть. Я её вообще ни разу не подтягивал. Немножко провисает вот. Собакой я доволен. Вот, тянет нормально. 15 лошадей хватает. Троих тянет. По колено сугробов тянет. Больше будет, не будет тянуть. Ну, и смотря, какого качества будет снег. Всё зависит от погоды, от самого снега. Значит, по качеству краски, я хочу сказать. Здесь, где у меня вертыши. Блин, ветер дует, наверное. Микрофон буду сейчас засирать. Значит, вот в этих местах краска облезла. Вот здесь чуть-чуть облезла. Видать, может, от ударов или что. Ну, короче, на второй сезон начал в этих местах облазить. Плюс, вот ржавчина немножко. Вот, установлены фары. Под ней это крепление. Здесь ржавчина образовалась. Ну, образовалась она вот в этом году, в этом сезоне. Надо что-то делать. Почистить, смазать, короче. Свет мне нравится в ней. Кстати, свет хороший, обалденно освещает. Свет, кстати, нормальный. Смотрите, как светит. Шесть диодов больших. Так, что по тросику газа. У меня он ни разу не клинил. Офигенно. Никогда не замерзал. Я его один раз смазал перед началом сезона. И все. Вот сейчас утром было минус 30, мы выезжали. Сейчас 20. Ничего вообще не замерзало, не клинило. Самохода, может, собаки не было. Ну, чехол такой, хлюпенький. Уже он немножко от гуша катывается. Уже поплавился местами. Сейчас покажу. Ну, и немножко вот поплавился. Здесь, здесь, немножко он съехал. Чехол как бы нужен. Хоть даже чисто вот такой вот пускай будет. Главное, чтобы что-то закрывало вот эту вот часть, где фильтр стоит. Если снег будет попадать, будет забивать и будут проблемы с собакой. Значит, один раз была такая франя. Сейчас поближе покажу. Вот пробка сливная, я ее сильно не докрутил, то есть не обтянул. Забыл, видать, когда менял масло. Ну, немножко на станину накапало масло. Потом потянул и все нормально. Долил чуть-чуть масла, выровнял уровень. И все было хорошо. Значит, я использую, кстати, советую использовать шайбы зубчатые. Вот такие вот. Очень хорошо держат. И вообще не откручиваются. Ни от какой вибрации. Поначалу у меня обычные шайбы стояли, откручивалось. Потом поставил зубчатые и все, забыл. По цепочке. Значит, цепь я ни разу не натягивал. Цепь, вот, нормально. Натяжка хорошая до сих пор. Ну, бывало, смазывал. Сколько там, ну, раз в три рыбалки, наверное, смазывал и все. Вот, что еще? Прицепное нормально, ничего не отловилось. С прицепным хорошо, с брызговиком тоже. Помогает немножко. Если сидишь, то летит снег, а если стоишь, то не летит, когда едешь. Глуша, говорят, что прогорает. Ну, он нормально, еще не прогорел за два сезона. Вот, заводится вообще отлично, идеально, можно сказать. Свечку поменял, вот, осенью, перед началом у нас сезона. Это где-то в конце октября. И вот до сих пор не менял. Все, зашибись, все работает. Вот. Так, ну, по саням. Все, по саням тоже. А, ну, есть проблемка одна на санях, потому что у меня один кореш там на ступочке тут ехал. Вот. Ну, тут трещина, короче, вот. Потому что продавил своим стульчиком, немножко треснуло. Ну, и все, как бы. Пока нареканий нету. Я, короче, хотел ее продавать, выставил на Авито. Ну, были люди, звонили, писали. Один даже приехал. Сказал, все, забираю, дал мне денег. Уже я ее в карман положил, уже погрузили собаку. А потом он вспоминает, говорит, что... А где документы, инструкции там? А я такой... А я не знаю, надо поискать. Искал, искал, искал. Короче, не нашел. И он говорит, нет, я не могу без документов уезжать, потому что, ну, полиция там может у них в Когалыме остановить, проверить документы. В общем, побоялся он везти ее в Когалым. Вот, ну, я не нашел. Нашел потом, правда, нашел чисто договор. Когда я заключал договор, ну, то есть оплата, там все, чеки, моя роспись. Вот. А после этого, что-то я так подумал. Ну, может, не продавать, нормальная собака. Их можно еще ездить, еще не один сезон. Просто смотреть, главное, за ней, да, или это. Так, блин, сейчас ветер. Главное, короче, смотреть за ней. Все вовремя менять. И тогда будет она долго служить. Ну, нормально. Мне, короче, нравится. Легкая, в принципе, легче, чем мой якудза, который намного потяжелее. Ну, сейчас разработчики, кстати, насчет якудзы, хотел сказать. Сейчас разработчики, они облегчают эти собаки. Там, я не знаю, что-то делают. Ну, короче, хотят максимально их облегчить, чтобы они легче были. Ну, и там всякие доработки все-таки идут. Люди немножко жалуются эти якудзы. У кого-то что-то там проблемы, короче. У кого-то какие-то проблемы возникают, там, небольшие, не знаю. У некоторых большие проблемы. Прямо где-то что-то отвалилось, где-то что-то нет. Вот. Ну, короче, вот так. Ладно, мы сейчас, короче, будем собираться. Вот. И будем это отчаливать домой. Заканчивать нашу рыбалку. Уже руки замерзли снимать. Значит, у нее есть еще такая особенность. Это, получается, осевой болт вот этот. Это подымает, опускает гусянку. У меня сейчас максимально опущено вниз. Вот. Если поставить каретку полностью вот сюда, она гусянку подымет и будет немножко задрота. Но я оставил так и не пожалел. Потому что проходимость увеличилась. Стало получше ехать. Вот. Даже был как-то липкий снег. Было 0 градусов с плюсом. Хорошо шел по мокрому снегу. Ну, единственный минус был потом, потому что здесь всю ходовую часть, здесь особенно, где каретки, все залипло снегом мокрым. Потом подмерзло. Приходилось вычищать, выдалбливать. Вот. Накренять на правый, на левый бок, чтобы, допустим, ну, большие куски вытащить. Частично почистил, проехался немного и снег весь липкий вылетел. Вот. И как бы много времени занимало на вот эту чистку снега. Вот снег налип. А так, подолбил он четко, даже обычный. Ну, товарищ, у меня держит ее на боку. Вот. Ну, просто долбишь, и снег, получается, вниз скатывается. Ну, налипает капец. Налипло прям, знаете, вот так, как, не знаю, твердый очень. Ну, почти лед, но он рыхлый. Все, вот так вот быстро можно погрузить собаку. С собой всегда вот эту лестницу вожу. Одному можно разгрузить, погрузить, пофиг. Не тяжело, не надо поднимать ее, надрываться. В общем, друзья, рыбалка сегодня удалась. Было все прикольно. Окуней, щук половили. В общем, кому было интересно, оставляйте комментарии, пооставляйте, вернее, оставляйте лайки. И, в общем, подписывайтесь на канал. А мы отправляемся домой. Паркай!